Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин прибыл сегодня с официальным визитом в Нижний Новгород. Сегодня второй день работы конференции цифровая индустрия промышленной России и со знакомства с выставкой начал свой визит Михаил Мишустин. Результаты экспорта в разные страны 30 штук уже поставили. Ровно 10 лет я начал вести занятия в Олимпиадном программировании. Вот моя ученица Валерия, да, абсолютный чемпион мира в 2021 году на соревновании, которое проводилось в Москве. И у нас, так можно сказать, приглашенная звезда. Где звезда? Иди сюда. Расскажи про свой проект. Мой проект это роботоптизированная платформа на гусеницах. То есть здесь можно поставить камеру, и она будет исследовать лес. Потому что, как квадрокоптер, они не могут лес исследовать за счет того, что лопасть, лес, и они сломаются. Это же может. Также туда можно прикрепить разные устройства, модули и сделать из него все, что можно только представить. Это говорит о том, что в России и учителя, и педагоги, и сама атмосфера дает возможности, ребята, вам так развиваться. Промышленность, если хотите, независимость, суверенитет, который мы строим, нуждается в таких, как вы, умниках и умницах. Да у нас таких проектов там, причем разных, в Кванторе и в Сарове очень много. У него таких друзей там. В Сарове, да. Будет идеально просто место и время, если мы в следующем году приведем в нашем городе финал Всероссийской Олимпиады школьников по программированию. Идея классная. Я поговорю с Сергеем Сергеевичем, и мы посмотрим, как это возможно сделать. Но здесь действительно замечательное место. Нижний сам по себе располагает к науке. Институт университета Лобачевского и многие другие очень значимые научные учреждения. Мне кажется, что мы попробуем это поддержать. Покупаем машину специальной комплектации для Нижнего Новгорода, электробус. 51 штука, группа ГАЗ производить, поставка до ноября этого года. 51 штука полностью закроет автозаводский район, по сути, нижнюю часть города, кроме Суромского района. По решению президента выделено 50 миллиардов рублей на обновление общественного транспорта. И я знаю, что ГАЗ будет участвовать в этом проекте. Это социальная направленность и перевозка детишек в школах, и машины скорой помощи. Поэтому это очень важно, что вы принимаете участие в социально значимых проектах. И я хочу вам всем пожелать в этом удачи!